Марко, привет. Здравствуйте. Я тебя представлю в нашей аудитории. Расскажи немножко о себе первый вопрос, который всех, я уверенно, заинтересует. Откуда ты и откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Откуда? Здравствуйте. Меня зовут Марко, я из Египта. Учитель с Инженерой Совета Москва в МСКО и там работаю 12 лет, поэтому я русский язык. Ты из Египта, но я знаю, что ты не совсем из Египта. Нет, не совсем. От Египта мама у меня итальянка. То есть ты наполовину итальянец, а половину египтяниц. Круто. Еще ты говоришь по-арабски, само собой, и итальянец. И английский. Четыре языка. Ты работаешь в компании, ты менеджер по связям с общественностью, в юридической компании Huda Mazmi. Я знаю, что владельцы, очень известные в Эмиратах, женщины. Расскажи немножко кто владельца и сколько компаний вообще компании. Чем занимаетесь? Вот наша компания, у нас действительно водоназмин и фатманазмин. Они времени почти 5 лет, но как юридически. Но до этого они работали на одном месте, о котором мы могли сказать. Национальная визаторность, связанная с национальной визаторностью. Да, это как ФСБ. Серьезная контория. Серьезная контория, это как ФСБ в России. И они сами известны, как на всей молодости, как адвокаты сейчас. То есть владельцы компании очень влиятельны на рынок? Да, очень влиятельны, да. То есть на рынке именно юридических услуг около 5 лет? 5 лет, да. И я знаю, что кроме юридического направления у вас еще есть одно направление. Это сетап компании, да? То есть это бизнес лицензии, это открытие бизнесов в Эмиратах? И открыт счет, потому что, ну как занимаемся, все же касается, насчетная фирма. И там были сейчас в рынке, очень много русских выходили. Потому что это страна безопасности. Думаю, это считается как самолет, сама, как сына. Ну, самый лучший город в США в мире. Ну, все об этом знают? Да, 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 да. Да, у нас большое количество бизнесменов русских, которые хотят к нам, что там ходят в фирмах, кто там... Особенно последние два года, наверное, сейчас просто апокалипсис в этом плане. Да, 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 да. А какие вот именно типы бизнесов обычно открывают наши бизнесмены? Вообще-то, первые месяца так, ну, конечно, мы бизнесмены, кто там покупает домов, квартиры, все такое, но бизнес... То есть все сейчас продают невижимость? Да, да, да. Если это не основной направленности, то все равно одно из направлений, да, это будет невижимость? Ну, это один частый, но вообще качество, которое там покупают, ресторанты, извиняюсь, и заведения, чтобы отбрать кальян. А, то есть ресторанный бизнес? Да, и ресторанный бизнес, да. Кальяны, которых здесь не хватает, допустим? Да, да, это не хватает, потому что... Не хватает кальяны, кальяны? Да, потому что все русские, когда кальяны очень хорошо, кальяны так... То есть, несмотря на то, что их очень много, да, здесь покупают все равно это очень перспективный бизнес? Хорошо. Ну, а с какими вопросами к тебе, ну, к вам, к вашей компании чаще всего обращаются? То есть, вы предоставляете сервис полностью под ключ? От бизнес-лицензии, да, то есть, вы, соответственно, роду деятельности, вы рекомендуете, какая бизнес-лицензия подойдет именно, какая фризона, да, если это фризона, либо это mainland Dubai, так называемая, да, то есть, это обычно general trade license, общая лицензия. И, так, у нас консультация тоже беспилятна, в том, как если... Бесплатная консультация, кстати? Да, это у нас, да, консультационная беспилятна. Контакты под видео вы найдете, пожалуйста, да? Да, конечно, два вопроса дайте. Да, да, у нас консультация беспилятна. И мы можем, как на все вопросы, еще решать это, ну, на всякой стороне, потому что есть такой, ну, наши адвокаты, за то, что они есть очень большая знакомость с новых сторон, они локальны, вы сами знаете... Мадам Ужен Мазми, Мадам Патман Мазми, Так что у нас все... Решать... А, ну, что либо вопроса, либо вопроса, либо вопроса, либо вопроса, либо вопроса... Да, что самое сложное, да? Вот, что касается, кстати, открытия штук, я знаю, что сейчас довольно-таки сложно открыть счет российским инвесторам, российским бизнесменам, вот это... Потому что это негласно, но когда доходит до дела, до финальной стадии, то счет открывать либо очень долго, либо его в конце вообще не открывать. Вообще-то, я скажу так, Наши демонстративные церковь, но может открывать что-то, что-то более для вручных у вас, в наш область, в наш область, в наш область, в наш область, это возрублено. То есть зеленый свет пришел? Открыть любые двери, да? Он для боя, у нас все открыто, дорога открыта на все, но это было просто любой документ, что нужно в этой стороне, поэтому это незрублено у нас. Круто, а вот по поводу, возвращаемся тогда к недвижимости, а какие-то были у вас, может быть, ты можешь вспомнить какое-то недавнее дело, да, какой-то кейс, вот именно связанный с недвижимостью. И вообще большой или объем у вас таких денег? Да, ну, у нас была такая ситуация, так выходили очень много лет, в которых достройщили, как деньги забрали, обещали в такой-то время. У застройщика, то есть они были куплены у застройщика, получается? Да. И, да. И, да, что они, как обещали, чтобы... Какой числа, да будет отдавать... А, то есть задержали и срок сдаться? Да, да, задержали и... Они были в два партнера. Один, который забрал деньги, сбежали в страну, второй, который мы были здесь... Это застройщик, да? Да, да. И выходили в наши юридические, они решили все. То есть деньги вернули? Да, деньги вернули. Да, деньги вернули, да. А сколько длился по времени такой кейс? Ну, вот приблизительно, сколько такие кейсы могут длиться? На этом ситуациях, сколько времени... Это почти полтора месяца решили вот это все. Это очень быстро. Я не знаю, что кейсы здесь могут затягиваться и... Да, 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 да. У меня подруга, например, у нее тоже недостроено. На 95% готовность здания и недостроено, просто не задают. То есть последние информации, что они разорились. Естественно, первый кейс она проиграла, потому что не был не очень хороший адвокат. И второй кейс они выиграли, а второе дело... Но деньги она до сих пор от застройщика не получила. Если сейчас, в моем случае, здесь на всем, чтобы когда... Если кто-то будет ходить, тем более на стороне, или русское гражданин, вот когда создавали дождь, обязательно надо смотреть. В другой случае, надо ходить, ну, найдешь себя адвокат, чтобы не надо, так, взять такое... Ну, не ходить, чтобы тебя обманули, и все такое... То есть ты советуешь изначально, да? То есть тебе, чтобы избежать каких-то проблем в будущем, изначально подстраховаться и обратиться к юристу. Только концентрация такой юрист, и не важно, чтобы у нас, собственно, это важно. Просто чтобы... Это мой соус даёт всем, чтобы... Хочется, что-то какое-то вредность, какое... Чтобы зайдут в недвижимость. Найдут в себя какой-то консультации юристы. Что он сбросить? Потому что прикол в том, что, допустим, здесь, так как в Эмиратах, процедура упрощена максимально, да, вот именно покупки недвижимости, все, что связано с регистрацией, сделки самой. Здесь максимально упрощено, и не требуется, как, допустим, во многих... Если сравнить со многими странами Европы, то там нужно открывать банковский счет, нужно обращаться обязательно к адвокату и к нотариусу. То есть здесь, если все функции берут на себя тости офисы. И люди, как правило, приходят к адвокату уже, когда возникла проблема. Да вот именно. Вот почему зачем? Лучше предотвратить болезнь, чем юрочек. Сразу, да, проходи на консультацию, на какую-либо что нормально, чтобы тебя освоить, что делать, как делать. Это комик еще и вновь, а потом будет... Потом будет болезнь. Потом будет болезнь. Да, потом будет болезнь. Это будет болезнь. Надо сразу приходить к консультации адвоката, чтобы они тебя скажут. Ну, то есть обращаться можно к тебе? В любое время. Ватсап, соцсети? Да, на все. На всеми, да. Вот на ватсап. Можно телефонить 24 часа. Буду рад помогать. Рад консультации на все. Что бы ты хотел пожелать нашим подписчикам, потенциальным может быть нашим клиентам, вашим клиентам? Что бы я... Мы это не говорим, что проходите на улице. Мы не хотим вас испугать. Сторона очень безопасна. Консультации, это нормально. Обязательно это нормально, чтобы собрать это. Как? Что? Куда? Вот и все. Потому что есть нюанс, да. И каждый случай он все равно индивидуальный. И можно... Ну, не все, не все можно предсказать заранее. Все равно. Даже если подописано где-то там законы и так далее, каждая ситуация все равно она по-своему и уникальна. Да. И здесь, как в ВИГе действует, конечно, страна, потому что мы движемся, это очень большой рынок. Какая-то страна. Вот сегодня буквально за миллион, за полтора. Потому что... Особенно на таком рынке, как сейчас, это очень неактуальная стратегия. Вот это рискованная стратегия. Да. Да. Это город мира, поэтому открыто. Ребят, если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Здесь будет много всего интересного о жизни Дубая, об инвестициях. Увидимся в следующих видео.